Продолжаю паковать и вещи, и парфюмы, и всё-всё-всё. И маленький такой апдейт, что же я всё-таки решила взять, что же я решила оставить. Буду так в течение нескольких дней записывать такие видео. У нас сегодня совсем не летняя погода, очень темно. И вот я продолжаю паковать вещи. Я вообще уже запаковала все миниатюры, и сейчас перейду уже. Жгу такую ароматную бумажку от Санта-Марина Велла в такой вот красивой пепельнице. Очень у неё приятный запах. Так вот она горит. Истучает. Очень красивый аромат. Стол весь завален. Здесь не обращайте внимания игрушки и духи, и чего только нет. Вот здесь уже у меня миниатюры, какие-то тестеры. Аромат Шосейда я упаковала всё в плёнку, вот в эту. На всякий случай, чтобы не разлить. Дальше. Вот эту кучу мы с вами отобрали. Я отобрала на раздумья. Сегодня я... Вчера я носила аромат Роуз 31 от Лилабо. И подумала, что, наверное, я его не возьму. Немножко я устала от такой характерной базы ароматов этого бренда. Но я взяла с собой вот здесь вот в коробочке в такой у меня все-все пробнички от Лилабо. Здесь все ароматы. Не грит, но Лилабо. Так что роза идёт в контейн. Пасмурно и дождь. Я сегодня домашняя блондинка. Ношу блондин от Фросай. Очень уютный, такой нежный аромат лилии с сливочным маслом. Да-да. Собираюсь на фоне правила моей кухни австралийские. Я не знаю, какой это сезон. Смотрю онлайн на каком-то русском сайте. Там все сезоны. Очень люблю ману. Обожаю. В общем, все они там. Ничего. Так что фоном они там что-то мне говорят, готовят. Из Гроссмис, я думаю, оставлю здесь два аромата. Но возьму с собой вот этот. Я недавно его носила и повторюсь, пахнет горьким шоколадом. Очень красивым востоком, специями. Бесподобный аромат. И будет хорошо звучать и в холод, и в жару. Люблю. Люблю очень. Я Гроссмис марку. Надеюсь, в поездке приобрести от них как минимум еще что-нибудь. Так, а эти два отправляются вот в свои постаменты. Наверное, сделаю вот так. Закрою. Очень красивая у них упаковка. Вот такой красивый у них набор Гроссмис. Думаю, однозначно взять два вот этих аромата, шайбочки, твердых духах. От Диптик. Лембр Данс Ле и Капиталь. Почему нет? Мне кажется, это удобный очень формат, особенно для путешествий. Они идут вот с такими хорошенькими мешочками, что очень-очень удобно. С удовольствием носила сегодня Блондин аромат. Как уже говорила, да, это аромат о лилии. О такой очень интересной лилии. Немного сладкой, немножко сливочной. Но, наверное, оставлю его дома. Он довольно тих. Положила в контейнер ностальгию от Санта-Марина Велла. И, думаю, не буду брать Берлинскую Деву тоже. Возьму другой аромат с розой, более теплый, более лаз. Флакон либретона идет на хранение, но возьму с собой маленькую миниатюру. Я думаю, мне хватит. Так. Сова остается дома, но пчела летит со мной. Пчела полетит со мной. Не в коробке, конечно. Я уже ее отставила в сторонку. Дальше. Трюдон, аромат Илаи. Великолепный, ну, прекрасный аромат, потрясающий. Но оставлю его дома. Очень большой флакон, к сожалению. Плюс, плюс, большой плюс. У меня есть его вот такой тестер фирменный. Так что возьму его. И вообще хочу от Трюдон еще их новинку. Так что я думаю, ее там куплю и буду ею наслаждаться. А Илая возьму с собой вот в такой форме, в таком форматике маленьком. Вот что значит переезд. Ну, наверное, все знают. Все упаковывается. Ланч небольшой. Хотела вам показать Элвиса. Он залез в пустой шкаф и чувствует себя потрясающе. Элвис, тебя закрыть? Элвисюнька, тебя закрыть? Последний рывок упаковки. Сейчас покажу, что я беру, над чем еще думаю. Так что, ну, надеюсь, вам это интересно. Так, ну что, под то, что осталось. Все остальное уже упаковано в контейнер. Так как мы уезжаем из Сиднея на довольно долгий период. Я пока не буду говорить, куда и как, и что. Но, тем не менее, это будет долгий период. Вот, поэтому я могу взять с собой, в общем-то, немного. И давайте покажу, что же я отложила пока. Так, ну, Гранд Суа, я уже говорила, это едет с мужем. Это его аромат. Так же, как и УД 27 от Лилаба. И там где-то еще Пачули. Что по моим прогнозам. Я, конечно же, наверное, возьму Дуситу. Вот этот аромат для Дус Дусьян. Мне он очень нравится. Он очень комфортный. Ну, как бы, мне кажется, он будет хорош и в жару, и в холод. Потому что, я уже говорила, будут разные смены температур. Вот. И да, мне было бы интересно, как этот аромат ведет себя в холоде. Так что я вот думаю, его возьму точно. Обязательно возьму Гроссмис. Вот эту Шем Эл Нессим. Очень красивый аромат. Извиняюсь, если я неправильно говорю. Его название. Это красивый такой специевый восток. Он горячий, теплый, даже обжигающий. Мне он безумно нравится. Хочу очень его носить в разном климате. Так, этого два аромата. Вот над этим еще думаю. Вот как бы вот из того, что я вам сейчас показала, нужно еще что-то отобрать. Бюли 1803 Дамасская роза. Думала оставить туберозу, но решила все-таки не изменять. Своей любовью, своему любимому цветку, розочке. Но посмотрим. Слушайте, конечно, он такой тяжеленький. И из роз у меня уже летит со мной дусито. Так что этот как бы еще под вопросом. Так, тут он немножечко не отстоялся. Вот мы встряхиваем, встряхиваем, встряхиваем. Видите, вот тут золото. Это, конечно, и Ланген Голд. Тяжеленный флакон. Тоже думаю о нем. Думаю брать, не брать еще. Ну, уж больно я его люблю. Это такое прям солнышко мое. Солнышко. Положу пока сюда. Так, вот над этим тоже думаю. Роден Бис. Роден Бис. Это парфюм. Чистый парфюм. Он очень такой мускусный. Привлекательно отталкивающий. Красивый. Может быть, даже и стоит его взять, потому что я его носила только в теплом климате. А мы поедем, уже будет везде холодно. Будет зима. Так что, может быть, из этого что-то и выйдет. Интересненькое. Новое впечатление. Так, Пачули. Это муж. Так. И что-то тут еще у меня. Ну да, конечно. Пчела. Пчела Би, зоологист. Ну, слушайте, или брать, мне кажется, вот эти два, или брать одну пчелу. Не знаю. Честно, ребят, не знаю. Собираю чемоданы. Очень сложно, очень сложно паковаться на длительный период. Когда не знаешь, чё, куда, чего, о чём. Ну, точнее, знаешь, но... Короче. Шампань. Ив Сен-Лоран. Хочу взять себе этот аромат. Чтобы он осветил мой Новый год. Новый год наш будет в Ив Сен-Лоран. Простите, я... Очень сложно открыть одной рукой флакончик. Не флакончик, а коробочку. Вот. Это моя винтажная миниатюра от Наташи из Франции. Вот такой красивый, маленький. Ив Сен-Лоран шампань. Который еще шампань и еще не еврес. Так, а вот здесь, в двух вот этих вот пакетиках... Так, что там у нас? Так, в двух пакетиках много-много-много миниатюр. Илай Трюдон. Здесь куча Лилаба. Практически все. Ну и здесь тоже много каких. Тут и Грит. И Зоологист. Разные-разные-разные. Буду все носить. Так, и вот эти две штучки. Может быть, возьму какую-то одну из них. Я уже говорила. Это Диптик. Вот это два красивых аромата. Один Лембрденс Лю. Вот такой вот черно-смородиновый куст. Который растет где-то у пруда. Очень красиво. И роза прекрасная, восхитительная роза. Почему сейчас? Экапиталь, да. Экапиталь. Удобный формат, но тоже такие шайбы тяжелые. Так что вот такая у меня кучка. Сниму еще отдельный обзор уже со своим лицом. Когда буду прилично одета. Сниму отдельное видео, что же я все-таки в результате выбрала из этой вот микрокучи. Ну что, вот такая тишина, простор, последние какие-то вещи. И мы отсюда уезжаем. Хорошая квартира, конечно, очень. С ней хорошие воспоминания. Ну, надо двигаться дальше. Еще не до конца тут разобрались. Вот она, наша красавица. Наш любимый лофт. Красивый.